То, что с нами случилось в конце XX века, это все уже было как бы предначертано, потому что вот эта Даштагская идея Мяацума, заложенная идеологами в XVIII-XIX веке, то, что писал Кача Азнуни, это понятно было, что это все взорвется. И это все взорвалось. Когда начались убийства турецких дипломатов, все это надо было использовать, конечно. Для этого нужно было структурировать диаспору, проводить конференции и так далее, писать книги, открыть архивы. Скорее всего, можно ожидать, что такая будет активация Вашингтонской площадки или Американской, потому что там тоже они зашевелились, администрация Байдена, Джозеф Боррель и сам Шарль Мишель. Они сегодня, значит, увиделись вот сами во всей подлости армянского лобби, армянской диаспоры. Я так понимаю, что общее количество жертв, оно, наверное, около 100 тысяч человек, может быть, меньше, конечно, может быть, 80, но точно около 80 тысяч человек с обоих сторон не имеет. Уважаемые дамы и господа, с вами я, журналист Расим Бабаев. С удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшнего моего собеседника, члена Совета правления Конгресса азербайджанцев в Европе, юриста и политолога из Франции Зауро Садикбайле. Заур, добро пожаловать на современный разговор. Добрый вечер, Россия. Рад вас видеть. Каждый день какие-то сюрпризы нам новые преподносят в плоскости решения вопросов между Баку и Ереваном, которые со стороны Азербайджана планируются подписанием, закончится подписанием мирного договора. Сегодня наш министр иностранного отдела Джейхом Байрамов встречался в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Многие из вас, уважаемые зрители, наверняка видели кадры, которые были сняты общественным телеканалом российских миротворцев. Но мы с Зауром сегодня поговорим о другом. Мы с вами, Заур, планировали еще месяц назад, наверное, но так как вы очень заняты и не получалось выйти в эфир, но мы смотрим, следим за ситуацией, узнаем все из СМИ, из репортажей, из экспертных оценок того, что произошло в Сенате и в Национальном собрании. В Франции речь идет о резолюциях, которые идут вразрез с интересами Азербайджана с целью нанести ущерб Баку. Вы непосредственный участник этих процессов. Вам слово. Спасибо, Расим. На самом деле много происходит процессов. Скажу два слова о переговорном процессе, потому что это как бы последствия. На сегодняшний день, к сожалению, явно видно торпедирование переговоров. И это идет, к сожалению, со стороны Парижа. Ну, не напрямую, а косвенно, потому что это новая утка, которая уловка, которая придумана очень, я бы сказал. Ну, я так понимаю, что реакция была, значит, это такой расчет, потому что реакция была ясна. То есть это фактически игра такая армянского лобби, скорее всего, на пару с Ереваном. Вначале мы сделаем максимально, чтобы испортить отношения между Баку и Парижем. А потом мы просто, значит, дадим идею Пашиньяну, и она подходит, что поставить это условие нелепое, что в переговорах участвовал в Брюсселе Макрон, зная, что Баку это отвергнет. И таким образом, значит, бруссельский формат фактически пока он, значит, заморожен. На какое время сказать не могу, но опять-таки с легкой руки. Хотя очень такая, да, значит, понятно, что это вообще вся эта игра против Евросоюза. Я думаю, что сегодня Юрсула Ван Берлеен и, значит, особый представитель по внешней политике Евросоюза, да, Боррель, Джозеф Боррель и, значит, сам Шарль Мишель, они сегодня, значит, увиделись вот сами во всей подлости армянского лобби, армянской диаспоры и ту подножку, которую они, значит, оказали. То есть фактически есть такое русское слово, оно, правда, жаргоны не используется в литературном языке, подстава, но это настоящая подстава. То есть просто подставили, подставили Шарля Мишеля, зная, что, значит, Азербайджан не примет, во-первых, диктат, а, со второй стороны, не примет переговоры с участием Эммануэля Макрона в том смысле, что имели место вот эти процессы и целенаправленно. То есть сейчас мы вернемся к процессу эмоциональной ассамблеи. Поэтому это, естественно, скажу свое мнение потом, да, значит, процесс, скорее всего, дальше будет продолжаться, да, то есть уже на других площадках, говорим очень много о московской площадке, которая продолжается. Скорее всего, можно ожидать, что такая будет активация вашингтонской площадки или американской, потому что там тоже, значит, они зашевелились, да, администрация Байдена, хотя у них, наверное, совсем другие, да, такие планы, может быть, даже очень амбициозные. Но, тем не менее, значит, есть вопросы, которые нам нужно решать, я к этому вернусь. Это не разыгрызно связано с сегодняшними, значит, процессами переговора, теми процессами, которые идут, значит, во Франции. Теперь касательно то, что имело место, значит, во Франции, как юрист, сразу скажу, значит, нужно поставить несколько точек над И, в основном, несколько истин. Очень много было спекуляций в интернете со стороны армянского всего вот этого, да, значит, сообщества побугайского, которое любит вот это все приумножать, любит все это выставлять в какую-то некую победу. Сегодня мы, конечно, расставим все точки над И, значит, совершенно объективно, и, опять-таки, успокоим некоторых наших соотечественников в Азербайджане, за рубежом, которые тоже много об этом писали, потому что у страха глаза велики, в общем, сильно раздули, на самом деле, эту резолюцию. Конечно, вы зададите потом вопрос, если так, не имеет такого значения, почему тогда мы организовали бытик, на этот вопрос я тоже отвечу, но вы его потом зададите, чтобы я не забыл. Смотрите, значит, резолюция, да, что такое резолюция, я уже писал об этом на страницах от наших СМИ, но я так понимаю, что, может, все не читали, поэтому на видео все-таки легче воспринимается, лучше и быстрее. Это статья 341 Конституции Франции, в которой так писать, что парламент, обе палаты, значит, независимые, да, могут давать какие-то резолюции. Там строго указано, что они не могут давать приказания правительству и не могут давать какие-то, значит, резолюции, которые, как бы, должны обязать правительству выполнять, сделать какие-то, принимать какие-то шаги. Для чего это сделано? Значит, надо просто хорошо знать политическую историю Франции 20 века. Я ее хорошо знаю, я ее изучал, я получил эту помощь, сдавал экзамены. Кстати, с прекрасными учителями, один из моих учителей был бывший преподаватель высшей школы администрации Жак Бассо. Очень ему благодарен за это. Он сейчас, наверное, очень-очень старый, но тем не менее. И вот Бассо мне преподавал эту политическую историю Франции 20 века, очень интересный предмет. Там вот этот вопрос мы рассматривали. То есть это, конечно, то, что произошло, причина возникновения пятой республики. Потому что четвертая республика, которая существовала с 1946 по 1953 год, она оказалась очень нестабильной и слабой. Слабой четвертой республики, потому что это была парламентская система с очень сильными, значит, вот этими партиями и с избирательной системой, которая постоянно ее меняли, чтобы какую-то партию, значит, какая-то партия могла удержаться в власти или в противоположность. Но это не самое главное. Самое главное, что вот там вот эти резолюции, они имели, значит, обязательный характер, да, фактически. И вся вот эта игра была в парламенте, каждый раз принимали какие-то резолюции, заставляли правительство делать какие-то шаги, когда правительство что-то не делало или какой-то шаг нравился каким-то другим, сразу делались какие-то коалиции, правительство, значит, свергали, да, то есть уходил в отставку, выражали вот недоверие. То есть на память, мне кажется, да, значит, за 13 лет 58 правительств поменялось, четвертая республика. И вот когда Деголь, Деголь, конечно, был против этого, он предлагал, есть знаменитое выступление Деголь, называют это дискур, значит, выступление боев, в котором он говорил о тех принципах, о сильной президентской власти, об ограничении власти парламента, но его тогда не послушали, и все закончилось. Это кризисом 19 мая 58-го года, который фактически привел Деголь в власти, как потом Деголь говорил, это постоянный переворот, да, и через много лет, когда Деголь спросили, все-таки был ли это переворот, он сказал, все, это был удачный переворот, на самом деле, да, но самое главное, что Деголь поменял, значит, вот это все, он принял эту конституцию, комиссии экспертов, и в этой конституции уже парламент не имел такой силы, хотя Франция, она не чисто президентская служа, как Соединенные Штаты, это полупрезидентский и как-то полупарламентский режим, в котором парламент имеет вес, но не такой. Вот одна из этих составляющих, конечно, есть там вот это все, вот у недоверия, есть эти реформы, которые были, например, убрали вообще такую нелицеприятную вещь, она называлась двойная инвеститура, то есть два раза фактически правительство приводилось, значит, к действиям, вначале избирали премьер-министра, подтверждали премьер-министра, старались с тем, потом каждому министру тоже все правительство еще раз голосовали, и поэтому могла получить ситуацию, что или все правительство не проходило, или какой-то министр не проходил, все это опять разваливалось. И вот чтобы это все убрать, есть только вот одна система, значит, как она называется, значит, премьер-министр, вот это Борн, значит, говорит о своей общей политике, и в парламенте происходит свое голосование. Но опять-таки сейчас у нас опять-таки новая такая ситуация, где нет большинства абсолютного 289 депутатов, у правящей партии, поэтому даже вот этот ботум доверия, он на голосование не был поставлен. Вот у нас такая ситуация. То есть вы понимаете, да, глобальная ситуация, что у правящей партии большинства нет, у оппозиции нет большинства, чтобы свалить правительство, но постоянно они пытаются это сделать. И вот в этом, в таком контексте, и есть вот эта статья 4.1, где написано, что парламент может отходить. И вот в этой ситуации, значит, армянские и проармянские силы, они, как в 2020 году, опять решили воспользоваться вот этим консенсусом во втором истаблишменте и протащить вот эти две резолюции. Они отличаются друг от друга. Резолюция в Сенате, она намного более радикальна, намного более, значит, жесткая, несправедливая. И в Сенате показалось, что там тоже очень серьезная проблема. Значит, фактически этот Союз правых сил, он антиазербайджанский, потому что очень большое количество сенатов проголосовало. Там, опять-таки, не весь Сенат, но можно сказать, что больше половины, это, конечно, большая такая проблема, и с этой сними нужно будет работать. Но это было закономерно, то есть можно было это представить, потому что Сенат, он сам консервативная очень структура, в ней очень трудно реформирована. Сам Дегольд не смог получить порядок избрания сенаторов в Сенат. То есть там непрямое голосование, там голосование так называемого второго уровня. Они выбираются на 6, не сбираются на 6 лет. И, ну, опять-таки, в Сенате у нас знаменитая Натали Гуле, которая поддерживает Азербайджан. Всего один. И я так понимаю, что имело место очень интересное такое наблюдение с моей стороны. Азербайджан, как и другие страны по отношению к Франции, применяют принцип полной взаимности. И вот точно так же, как в Сенате один человек проголосовал против, точно так же, в Милимпе, один человек проголосовал против такой же, скажем так, антифранцузской резолюции. То есть это резолюция, которая призывала к правительству Азербайджана тоже применить к санкциям. Пропорционально, точно так же. Но это новость, потому что раньше, я говорил в своем выступлении, этого не было. Почему? Потому что перед такими большими государствами обычно, как у нас на Азербайджанском, говорят, пшим-пшим. Пытались, значит, улыбку растянуть до ушей и сделать все, чтобы им понравиться. Вот так всегда вели все вот эти правительства. А сейчас вот эта эпоха, все это как бы поменялось. Поэтому многие страны применяют, я так понимаю, буду даже применять, в принципе полный взаимодействие. Поэтому вот какое отношение вот с той стороны, такое же будет с другой. Касательно резолюции национальной ассамблеи, она тоже, значит, намного мягче. Там тоже есть нецеприятный момент, я к этому вернусь. Но там вот первое, когда вы работаете над текстом, над теми, значит, сенаторами или депутатами, которые подписали ее, зарегистрировали, то есть все это анализировали. То есть это такая большая работа, как оттуда. Первым делом в глаза бросается, кто ее подписал. Голосование в национальной ассамбле, оно вот закончилось таким интересным, немножко неожиданным таким сюрпризом, лично для меня, да. Почему? Потому что, ну я расскажу вам потом о нашей работе, о том, что мы делали, какие письма мы с вами, какие аргументы мы поднимали. Но было очень интересно. Ну, конечно, мы получили это голосование, 265. Значит, да, и столько же участвовало, как бы в заседании, то есть единогласно. На самом деле, это не 265, потому что председатель следующего заседания, Натали Ляпорте, я это проверил, список ее фамилий там нет. То есть это такая, и в Сенате то же самое. Потому что председатель Сената не голосовал, хотя, ну, все знают, что он такой тоже проармянский, да, это, значит, лахше. А в этой вот Национальной Ассамбле сама председатель не пришла на заседание, то есть она представила своему заместителю вести заседание вот это. И вот это председатель следующее заседание Натали Ляпорте, куда-то она вице-президент, как ее называют, зампредседателя Национальной Ассамбле, она тоже не принял участие в голосовании. Но 265 вот этих голосовавших, все 265, они, значит, проголосовали за, и вот армяне везде расступили, победа там абсолютная большинство, единогласно. На самом деле, здесь видеть нужно не это, видеть нужно то, что 321 депутат не пришел на заседание, просто не пришел. И это для меня очень важный такой момент. То есть я не говорю, что все 577 должны были прийти, но учитывая, какой консенсус здесь во Франции насчет армян, я бы сказал бы, ну, наверное, 500 бы пришли, да. Но здесь у нас, как бы это, вышла плохая, значит, мина, в этой вообще игре. И поэтому, если была бы такая большая любовь к армянам, о которой я говорю, разговаривали, были преступления, то что-то не лицеприятные. Да они бы пришли, поэтому все очень относительно. Теперь о том, что мы сделали, как диаспора, какие аргументы мы подняли. Ну, перед Сенатом, на самом деле, было очень трудно все это делать, почему? потому что, во-первых, времени было мало, во-вторых, ну, ситуация была такая сложная, все понимали, что Сенат, как бы, резолюция в Сенате, она была сама очень жесткая, как бы, голосование в Сенате, оно было уже, как бы, предупреждено. И времени не так много было, поэтому, все-таки, тем не менее, была проведена акция перед Сенатом, значит, буквально несколько дней было организовано, я тоже в ней участвовал, и, ну, и там получилось очень такая сложная, очень сложный был день, 15 ноября, почему? Потому что, мы попали под дождь, ну, было очень такое сильное тоже давление, потому что, придя утром туда, то есть, это было в 10, мы пришли до 9, до 10, то есть, где-то за 20 минут, то есть, я вообще за 25 пришел, и мы увидели просто, вот, мы еще подходили, и туда уже встягивали, там, 15 грузовиков с полицией, то есть, это, с одной стороны, как бы, нас будут охранять, а с другой стороны, все отсыпила, везде вот эта специальная полиция, правда, это тоже было неплохо, почему? Потому что, там был какой-то момент, пришли группа армян, то есть, было понятно, что это армяне, такие, знаешь, готовые, все в куртках, то есть, они были всякие, по покой, то есть, они уже знали, что будет дождь лиф, и их сразу окружили, и просто, ну, выпроводили оттуда, прям, не дали им там отойти, ну, а мы были в такой, закрытой зоне, но, тем не менее, конечно, было очень трудно выступать, потому что, я вот выступал, шел дождь, промок и костюм, и текст, то есть, ну, понятно, что было очень, очень, очень трудно, и, опять-таки, вот было такое выдавление, потому что полицейские, там, после, там, сказали, что после митинга, сразу собрать все флаги, у меня был такой, как его называют, кокех, мне папу подарили, с Фарбельбюлем, из трех цвета, такой, я его прицепил на костюм, и мне сказали, сразу его снять, я пока скажу, почему, сказали, ну, вы должны, вот вы уходите с митинга, вы должны не отличаться от толпы, то есть, может быть, они думали, что, ну, будет провокация, и так далее, или, с другой стороны, просто какие-то инструкции, но, тем не менее, митинг мы провели, было очень интересно, я уже говорил об этом, для меня, лично, я пришел туда, в половине десятого, пришел один из первых, меня обступили, человек 6 или 7 госчиновников, французских, из разных структур, из префектуры полиции Парижа, то есть, это префектура Парижа, из органов внутренней разведки, Франции, из полиции, и они очень долго со мной разговаривали, 20, они вот прям у меня засыпали вопросами, что, почему, объясните, почему, зачем вы митингуете, какие у вас, что происходит, и мне очень долго пришлось, им вот это все объяснять, что был конфликт, что у Франции, к сожалению, неправильная позиция, что армянское, значит, лобби взяло в заложник с establishment, что там есть проблемы с границей, с условной границей, с минами, с гибелью наших сограждан, и вот все это, и у них было очень большое удивление, вот на лице, то есть люди, которые занимаются, кстати, политикой Франции, то есть они, значит, им по должности, они, естественно, они знают, что это будет митинг, после обеда армянский, утром азербайджанский, естественно, у них какое-то есть свое досье, или что-то, они должны посмотреть, почему люди выступают, что они хотят, а эти госчиновники ничего не знали, они не слышали, может быть, слышали край муха, может быть, слово Карабаха, они слышали, но вот детали, они вот таких не знали, и вот есть эта точка зрения, с которой они согласились, ну, вот, тогда ее можно назвать, а зачем, мол, нам вот это все делать, вот пусть они идут, смотрят вот этот Google, и так далее, я вас уверяю, конечно, ну, я тогда на передаче немножко был в шоке, и, потому что я не ожидал, я понимаю, что в нашем обществе есть эта позиция, она, к сожалению, я вам скажу, Расим, она абсолютно неправильна, вы должны понимать, что 3050 километров, которые отделяют франции, никто здесь, тем более госчиновник, который все-таки, ну, уровень его интеллектуальный намного выше, человек, который закончил диплом, прошел конкурсной собеседы, конкурсный экзамен, чтобы получить эту должность, да, но вы поймите, никто не будет француз, рядовой, средней или высшего звена, не будет, и я вас уверяю, что такая же ситуация с министрами и с этими сенаторами, даже те, кто там не пришел голосовать, не потому что, они просто не знают этого всего, то есть они не будут этого делать, им, конечно, если преподнесут, а когда им преподнесут, им преподнесут, написано в другой форме, с тем же проармянскими чиновниками из МИДа и там, каких-то других служб, и вот никто не будет из них, понимаете, не будет француз, ни рядовой, ни средней, ни высшего звена, заходить в гугл смотреть Азербайджан, Армения, читать всю эту историю, даже по Википедии выверять, смотреть статьи, анализировать, брать блокнот, тетрадку заведет, не будет он такого всего делать, чтобы понять, где правдок делал, не будет он такого делать, это абсолютно неправильная точка зрения, и она ошибочна, она, фактически, в ней заключается сегодняшняя ситуация, то, что я говорю, за 25 лет ничего не изменит, потому что это все надо было, конечно, делать 25 лет назад, в течение этих лет все это делать, тогда бы ситуация, кстати, вина не в нас, я бы сказал, вина на самом деле больше в наших собратьях, как мы называем, турках, потому что нельзя было молчать весь 20-й лет, нельзя, это вот сегодня это последствия, весь 20-й век, когда был очень такой период очень важный для Запада, когда Турция вступила в НАТО, когда Турция выполняла эту роль защитника вот этого фланга против бывшего Советского Союза, да, Каевский кризис, вот это все, что мы видели, это было так очень, вот тогда, конечно, нужно было использовать возможности и не дать вот этой армянской утке на всем мире вот так, и когда начались убийства турецких дипломатов, все это надо было использовать, конечно, для этого нужно было структурировать, структурировать диаспору, проводить конференции и так далее, писать книги, открыть архивы, вот тогда это надо будет, конечно, огромная ответственность историческая стоит перед тогдашним руководством Турецкой Республики, и мы, к сожалению, когда в 88-м году, то есть это, в принципе, все было, то, что с нами случилось в конце 20-го века, это все уже было как бы предначертано, потому что вот эта Даштакская вот эта идея, Мяацума, заложенная идеологами в 18-м, 19-м веке, то, что писал Кача Азнуни, это понятно было, что это все взорвется, и это все взорвалось там, где была слабость, а слабость была у нас, на Турцию они тогда напасть не могли, и сейчас тоже не могут, да, ничего сделать не смогут с этим, но вот единственное, что это, вот этот, тот бывший Нагорный Карабан, там это и случилось, и поэтому мы за это заплатили очень, очень большую цену, наш народ, наша нация заплатила очень большую цену, я понимаю, что наша нация, она еще, это один из моих тезисов, она еще не сформировалась до конца, она еще сформируется, подформируется, но тем не менее, все это привело к тому, что вот эти 35 тысяч жизней, которые унесло в конце 20 века, еще плюс сейчас, вот во время второй, как я называю, на самом деле, третий, получается, да, если за 20-й Карабахской войны, и я так понимаю, что общее количество жертв, оно, наверное, около 100 тысяч человек, может быть, меньше, конечно, может быть 80, но точно около 80 тысяч человек с обоих сторон не ехали, и все это, конечно, можно было тогда, значит, посмотреть, это, значит, то, что касается вот моей позиции гражданской, теперь, что касается самой резолюции, аргументов, которые есть, там есть два момента, вообще резолюция состоит из участия, она состоит из мотивов, да, то есть, называется, изложение мотивов, и самого текста резолюции, значит, то, что касается мотивов, конечно, они переписаны, понятно, что там одни и те же нотки, понятно, что их писал с легкой руки какой-то армянский у них, Исака, и понятно, то есть, там одно и то же написано, значит, в обоих, то есть, там лейтмотивом является, ну, напоминаю, в 2020 году Азербайджан напал на Карабах, захватил его, абсолютно неприемлемая формула, и там, и там, и об этом было написано, почему, потому, что это неотъемлемая часть территории Азербайджана, Франция признала Азербайджан, Франция проголосовала, что резолюция этой безопасности ООН, и это, несмотря на то, что депутат или сенатор суверенен, как написано, да, во всех текстах, тем не менее, нет у него этого права, значит, высказывать неправду, говорить, да, во-первых, и говорить вещи, которые не соответствуют той доктрине и той политике, которую французское государство, значит, приняло и подтвердило, то есть, опять, это такая серьезная проблема, самой резолюция, то, что касается, и, значит, мотивов, потом второй аргумент у него, вот Азербайджан 12-14 лет, напал на Армению, там несколько раз, вот это, напал, значит, там, захватил 50-2 километров территории, да, значит, тоже абсолютно неправильно, потому что, ни слова нет о минах, ни слова нет о диверсантах, ни слова нет о двух слов 70 гражданах, которые погибли с 2020 года, ни словечка об этом нет. Резолюция, которая была в Сенате, там еще и Лачинский коридор приписали, пришлось в Сенат нам составлять этот, выверять этот текст, специально над ним работать, выделять там красным, там, все это, да, жирным, и посылать статью 6, значит, там, шестая статья, третий параграф, второй, третий параграф, Алла, значит, касательно соглашения 9-10 ноября 2020 года, касательно Лачинского коридора, объяснять, что Лачинский коридор, он должен был, значит, в течение трех лет, новая, значит, линия должна была быть построена, дорога, но Азербайджан, это за два года, и никакого мы не получили, значит, со стороны Армении, недовольства, то есть мы построили дорогу, сдали им, и все, дорога сейчас идет не через город Лачин, мы получили обратно Лачин, и сам, саму, вот эту старую, вот ее дорогу, вот и все, из этого тоже раздули, потом третий мотив, естественно, касается, там, прислабутых, вот этих военных преступлений, опять-таки, ни слова, ни об истории, ни о Худжалитском конфликте, ни о 4200 пропавших без вести, на которые обвиняют, ничего от этого нет, просто как будто бы, вот, азербайджанские солдаты, что-то им захотелось, вот, звери напали, убили, порезали всех, вот, теперь давайте привлечем их от этого, вот в таком виде, и, естественно, потом дальше, там, насчет нотки, насчет экономики, санкции отличаются, текст Фенате говорит о том, что, значит, на Азербайджан, в общем, сделать экономические санкции, а в основном, на ассамблее, они говорят, что давайте, ведем личные санкции, против руководителей, значит, государства, тоже, тоже смехотворно, почему, потому что, ну, играть вот в эти санкции, да, как сейчас против России, то есть, ну, понятно, масштабы не те, там, война, Европа в огне и в крови, сколько погибших уже, там, глобально, понимаете, все, и понятно, да, там, инкриминация идет, и поэтому, вот эти, санкционные списки, кстати, не с 20-го, да, года, там, не с 22-го, 21-го года, а, не с 22-го года, а с 14-го года, то есть, понятно, да, то есть, это постепенно, санкционный список, ну, понятно, тем событием, а здесь смехотворно, значит, из-за вот этих каких-то инцидентов на границе, и во всем этом контексте, давайте, приз вами, пожалуйста, Вот в таком виде написано, значит, вот эти резолюции. Что мы сделали? Мы, естественно, провели вот эти два митинга. Второй митинг, 22 ноября, намного получился более такой масштабный, потому что уже не только из Франции, но и из разных стран Европы приехали азербайджанцы. Собралась там большая у нас толпа. И то же самое было, значит, это был такой тест для нас, потому что национальная ассамбля, она очень сильно охраняется, нам выделили место, так как не доходя до ассамблей, то есть она видна с того места, но тем не менее мы прямо на углу стояли и здесь нам дали место, погода была хорошая, повезло с погодой, и опять-таки все было хорошо организовано. То есть мы над этим очень серьезно работали, мы собирались для этого, обсуждали, значит, вводились там лично мной, да, какие-то критерии, то, что недопустимо. То есть у нас была своя служба внутренней безопасности, то есть мы специально договорились, что при любом неадекватном отношении мы принимаем меры, поэтому все были предупреждены, и самое главное, нужно было знать, кто из наших земляков участвует. Поэтому все руководители групп из каждых разных стран, то они все знали своих там, значит, из своей группы людей. То есть самое опасное было то, что под видом азербайджанцев соберутся в толпу какие-то переодетые, армяне или проармяне устроят нам, значит, провокацию и сорвут нам митинг. То есть этого мы всеми правдами не делали. И опять-таки там была полиция, буквально прям до этого с ними был разговор, то есть все это было им как бы высказано, то есть они тоже за этим всем наблюдают. То есть там, конечно, были бы приняты сразу очень жесткие меры, и поэтому мы сделали все со своей стороны. То есть для нас это был тест. Мы провели удачный митинг, после митинга нас с этим поздравили, поэтому у нас теперь нам будет технично много получать разрешение проводить эти митинги. Это был такой очень серьезный вопрос. Заур, спасибо большое за развернутый ответ. Я вам сейчас задам вопрос, но я постараюсь в нем несколько разных, как говорится, вопросов быть в одном, потому что я вас не перебиваю, а вы говорите так увлеченно, вас не хочется перебивать. Вы сказали, что когда вы проводили акцию, было несколько автомобилей с полицейскими. В сентябре армянские провокаторы совершили нападение на здание посольства Азербайджанской республики в Париже. Когда вот тогдашний посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев написал, что Макрон не защищает посольство, не заботится о безопасности дипломатов. Сегодня во Франции новый посол Азербайджана Лейла Абдуллаева. Вот какие-то были проведены расследования или привлечены к ответственности кто-то, кто нарушил неприкосновенность территории Азербайджана в Париже. Кроме того, то, что Франция себя ведет подобным образом, для меня это как бы неудивительно. Это государство с колониальным прошлым и настоящим в некоторой степени. Мы помним геноцид, который совершили в 20 веке в Руанде, в Алжире. И МИД Франции сказал, что необязательно применять резолюции, которые приняты были Сенатом и Национальным Собранием. Кроме того, Париж призывает европейские страны отказаться от сотрудничества с Баку, в том числе в энергетической сфере. Но я думаю, что это от бессилия того, что Азербайджан восстанавливает справедливость историческую. И я не думаю, что это приведет к какому-то результату. В том числе в связи с тем, что война в Украине вызвала санкции по отношению к России. И сейчас уже, в принципе, зима в Европе, и европейские государства боятся холодной зимы. — Касательно того, кто был из армян, был привлечен к ответственности. На самом деле, после второго нападения на посольство, здание посольства Азербайджана, служба внутренней разведки Франции арестовали одного армянского активиста. Специально была проведена операция, и теперь идет следствие. Тогда ему будет предъявлено, скорее всего, обвинение. То есть это очень серьезно, когда служба внутренней разведки, она так и называется, служба охраны устоев французского государства. То есть это в ответ на этот вопрос. Касательно самой вот этой процедуры, дело в том, что там такое произошло. Вначале было первое нападение 13 сентября, потом было заявление МИД Франции о том, что Франция сделает все, что для охраны зданий посольства, потому что это ее обязательство в соотношении, в соответствии с венскими конвенциями. Там две конвенции, одна по дипломатическим отношениям, вторая по конскому. А поскольку в одном здании у нас находится и консульский отдел, то есть обе конвенции фактически были нарушены, причем грубо нарушены. То есть там была попытка проникновения в здание посольства. Потом, запомним, у нас еще был один инцидент, то есть 23 сентября, когда в культурном центре у нас была презентация, в которой я тоже участвовал и читал лекцию по уничтожению культурного среднего азербайджанца в Армении, в знаменитом Табабаши квартал. И там тоже была кучка армян вокруг, там уже была полиция, но тем не менее они закидали потом какими-то чернилами, яйцами здание посольства, попортили одежду некоторых наших работников, которые вышли из здания, чтобы охранять вход в него, потому что не было уверенности, что полиция французскую удержит. И вот все эти действия привели к тому, что безопасность посольства была сильно усилена, были предприняты очень серьезные меры. Я вам просто могу сказать, не разглашая какие-то детали, что больше никто не посмеет, не сможет. Того, что было, такого базара уже не будет, потому что приняты очень жесткие меры безопасности, значит, очень сильно усилена охрана, и, значит, французские власти тоже на это отреагировали, поэтому есть, конечно, приняты все необходимые круглосуточно буквально меры, то есть никто не сможет прийти и так вот так напасть на посольство, или сделать, закидать чем-то, это уже, это скорее всего не будет. Есть еще одна вещь, которая могла бы очень сильно испортить отношения между Францей и Азербайджаном, если бы она подтвердилась, если бы в стуле увидел, потому что было много информации о том, что якобы, опять-таки говорю, в условном наклонении, значит, 13 сентября, когда было первое нападение на посольство, вначале полиция, значит, была там, она отталкивала этих, значит, манифестантов армянских, а потом они получили какое-то указание по телефону, и они просто уехали. И это, конечно, если бы это было, были бы кадры видео подтвердились, это бы, конечно, было очень серьезно, потому что нанесло бы большой удар по нашим отношениям двусторонним, потому что это вот фактически ответственность полностью целиком была бы на министре внутренних дел, хотя мы, я сам тоже разложили ответственность на министра внутренних дел, потому что это было недопустимо, что так долго ехала полиция и так далее, в двух, значит, шагах от «Триумфальной армии», но тем не менее уроки из этого они сделали, я думаю, что, значит, больше этого не повторяется. Я вот тогда говорил на CBC, на других каналах и в прессе, еще раз говорю, чтобы на вашем авторском канале тоже услышали. Все это, значит, цель, цепочка одной, звенья одной цепи, одной линии армянского лобби, потому что вся идея, которую, то есть это давно я уже вижу, значит, у них очень простая, простой расчет, сделать все, чтобы отношения между Азербайджаном и Францией испортились, довести их до дипломатического разрыва, дипломатических отношений, тогда Франция, естественно, ее прогонят, значит, со всех площадок переговорных, она вот станет уже неприемлемой абсолютно, в самом числе Азербайджана, и у нее развернутся руки, тогда они могут вставать на признание пресвободного какого-то, значит, образования и так далее, и так далее. Вот такой у них, значит, расчет. Единственное, что они смогли сделать в сентябре, это заблокировать ротацию послов, потому что вы знаете, что Рахман Мустафаев фактически уехал, и прошло какое-то время, вот это все привело к тому, что указы были подписаны, соответствующие, с немножечким некоторым опозданием, поэтому потом верительная грамота, вся эта процедура затянулась. Я не уверен, потому что я не видел эту информацию, не знаю, приехала ли Анна Буайон, новый посол франции в Азербайджане, и опять-таки справедливости ради отмечу, что тоже понятно, что назначили в Азербайджан посла из категории тех людей, которые близки больше к Саркози и имеют такое более адекватное отношение, подход, потому что более такая лояльность, то есть не назначить там человека, который своими какими-то высказаниями и так далее, поведением в прошлом, ну, слыл каким-то прояром армянином, это был бы, конечно, большой скандал, но этого не произошло. Я думаю, что если бы это было бы, например, Франция попробовала назначить такого человека, как Лакост, да, который бывший посол Франции в Армении, то Азербайджан просто не дал бы ему агрейман и отказался бы принимать этого посла, потому что, ну, зачем принимать посла, который через какое-то время попросит покинуть территорию, это, конечно, очень неприятно. Но, опять-таки, нужно понимать, что вот идет эта большая игра. Казательно теперь позиции Франции, я хотел бы сказать еще одну вещь. Я расскажу о сотрудничестве. Потом, я думаю, что то, что нас интересует сейчас, не в этом. Дело не в этом, дело намного более такое, значит, есть такой фактор, очень важный. Дело в том, что вот во время обсуждений в Национальной Ассамблеи пришла министр Франкофонии, то есть там выступал по совету правительства каждый раз. И вот эта Кризола Папа Респу, которая, я так понимаю, агрейского происхождения, да, и, значит, выступала она от имени правительства, то есть она министр Франкофонии. И было очень интересно, потому что министр Франкофонии, у нас был инцидент несколько, за несколько дней до этого, связан с саммитом Франкофонии в Джербе. И, ну, она сказала вот такую нотку в своем выступлении, то есть я поднял ее выступление, потому что есть протокол в заседании, и там написано, я помню, как она это сказала, что господин Пашинян пошел уже на большие уступки, согласившись с тем, то есть фактически, то есть отказавшись, понятно, от статуса, да, вот этого вопроса, но сказав, что вот вопрос должен просматриваться в плоскости правды и гарантии безопасности населения, армянского населения, значит, Карабаха. И вот она вот это подхватила, сказала, что Франция надеется участвовать в этом и дать свое предложение. Здесь очень интересный такой момент, то есть понятно, да, линия, которая сейчас будет устраиваться, это именно в этом и заключает. То есть то, что нам говорили долгие годы о том, что это де-факто состоявшиеся государства и так далее, пытались нас заставить поменять конституционный статус территории, да, вот это весь вопрос референдума, это все об этом. Значит, это все ушло в прошлое, что я так понимаю, что все об этом понимают. Теперь они, ну, вот эти проармянские силы хотят это предоставить вот в таком виде. К сожалению, у них есть сильные позиции Дмитрия Франции и, я так понимаю, дипломатический советник Эмманеля Макрона тоже, как говорится, значит, такой, да, лояльный к армянам человек, потому что иначе не было бы, значит, того заявления, да, которое 18 октября, 19 октября Макрон сказал Франц-Францбэй и вызвал вот эту целую бой. То есть понятно, да, что это все одна линия. Но тем не менее, сегодня вот будет пытаться, значит, вот этот эстаблишмент, да, такой проармянский и армянские силы вот в таком соусе вопрос представить. Я скажу, ответ очень, ответ уже у нас давно готов, то есть я тоже как бы уступал на эту тему. Дело в том, что вот вопрос о зоне пременно ответственности российскими разводствами может быть решен, я, по-моему, говорил уже даже в прошлый раз в вашей передаче России. Только одним способом. Полная демилитаризация, значит, всей этой территории, значит, полная, да, с тяжелого оружия, с верхового оружия, потому что азербайджанская страна этого не позволяет. Второе, проверка паспортного режима, определение статуса лиц, которые там находятся, граждане, потенциально азербайджан и иностранцы, выяснение, значит, кому из них будет выдано гражданство и кому нет, кто из них получит, значит, витарь лиц, а кто нет, в соответствии с уважением, значит, территориальной ценностности, нарушимости границ и конституции азербайджанской искусственной законов, то есть это форум, который еще рассмотреть, в какой форме, но в какой-то форме это надо будет делать. И после этого только, значит, там должны быть проведены выборы, муниципалитеты и в соответствии с принципом децентрализации, который принят в самой Франции, во всей Европе и, скорее всего, во всем мире, можно сказать, значит, управление вот этими территориями, какая-то местная вот эта автономия в рамках вот этих галядей. Я, честно говоря, вчера говорю, в то время, когда вопрос встал, был удивлен тем, что в азербайджанской конституции уже были смотрены механизмы, то есть в 95-м году, когда общенациональный лидер Гейдар Али проводил эту конституцию, это уже было в залу 42-я и до 52-й статьи, значит, запрограммировано этот механизм. Там есть, конечно, какие-то маленькие моменты, которые, но они уже были некоторые исправны, так что в то время в Азербайджане не было административного права судья, с чем сейчас она есть, потому что это компетенция, на самом деле, во Франции, в других странах административного, значит, судьи, то есть там есть, как называют, контроль апостериоре, то есть после принятия решений коммуны, да, административной единицей, а после этого и есть человек, который контролирует это, вот, и глава исполнительной власти, как он называет здесь, префект, и если возникает конфликт, он решается через суд, в ходе Верховного суда, но, опять-таки, самое главное нет, самое главное, если какая-то административная единица, да, местного самоуправления продолжает нарушать закон и не выполняет решение суда окончательное, там, да, и предписание, то просто она на Совете Министров распускается и проводит новый выбор, вот так это работает во всем мире, поэтому по-другому это работать не может, а что касается гарантий, то есть гарантии, они уже были предусмотрены, причем потому что, когда туда вошли миротворцы, было, то есть это, по-другому это тоже не может быть, то есть миротворцы там находятся только потому, что они охраняют, да, значит, гарантии безопасности создать вот это население, которое на этой временной зоне временно ответствует, но в обмен на это то население, которое там живет, и те вооруженные дошнаки, которые там есть, они должны сдать оружие или покинуть территорию Азербайджана вместе со своим оружием, в любом случае все тяжелое оружие, все стриповое оружие должно быть изъято, вот это так было предусмотрено, и вот я возвращаюсь к тому, что я в этом начале нашей передачи, я считаю, в начале интервью, я думаю, что сегодня даже если парижская платформа, там, и брюссельская, она временно, там, скажем, заморожена, но нам нужно двигаться дальше и разговаривать с нашими партнерами, в том числе и с Российской Федерацией, и поэтому вот этот момент должен быть решен, я думаю, что это самое главное, как только, значит, вопрос разоружения и проверки паспортного режима будет решен, я думаю, что все это войдет в нормальную такую юридическую плоскость, и дальше уже будет, значит, там другие, другие детали, другие вопросы рассматриваются, и будет куча таких вопросов, восстановления и так далее, вопросы бюджета, там уже будет совсем другая плоскость, без всяких вот этих игр вокруг вот этого вопроса. Что касается сотрудничества, последний ваш вопрос насчет Евросоюза и Азербайджана, ну, честно, я вам скажу, может быть, я ошибаюсь, я не слышал таких прямо явных, значит, призывов, да, из Франции, от президента Франции, или каких-то заявлений, что давайте не покупать газ или нефть у Азербайджана, Макрон сказал, что Франция не покупает там нефть и газ, но это тоже вопрос такой, сейчас расследуется через трубопровод, значит, который из Италии во Францию так поставляется что-то или не поставляется, но тем не менее, но опять-таки я уже об этом говорю, дело в том, не в том, что Франция покупает или нет, и в том, как это влияет на Евросоюз на сегодняшнюю ситуацию, это называется, Макрон сам, грубовые закупки, то есть, поскольку речь идет о грубовых закупках, если бы там Греция, значит, Болгария, Италия, они не получали бы азербайджанский газ, азербайджанскую нефть, и в сегодняшней ситуации оказались бы трудности, а Франции пришлось бы им помогать тем или иным способом, или, значит, отдавать им часть своего какого-то жиженого газа, который они там должны будут покупать, откуда привозить, три дорога, или часть электроэнергии им отдавать, то есть, это было бы привело к другим последствиям. Если бы у Франции не было бы этих реакторов, да, и не было бы электроэнергии дешевой, то я думаю, что ситуация была бы совсем другая, Франция сама, во-первых, прибежала бы, что дайте нам поднимите этот Азербайджан и поставьте нам, то есть, просто они себя комфортно чувствуют, благодаря вот этим станциям. Францам нужно понимать, что более 50 атомных станций, да, и сейчас их постанавливают в срочном порядке, и, в принципе, электроэнергия дешевая, хоть она и тоже не поднялась, но, то есть, ну, значит, нету газа, ну и нету, значит, можно поменять быстренько, поставить на электрическом все это, и, кстати, очень, я не думаю, что в большинстве там домов и так далее используется именно газ, то есть, там есть, конечно, ну, все равно, если проблема так очень сильно встанет, очень надо, ну, просто поменяют, поставят вот эти, как называют, бойлеры на электричество и так далее, то есть, в Франции нет этой проблемы, достаточно дешевой электроэнергии, но если бы ситуация, если бы в Франции, на самом деле, не было вот этого источника, да, ресурса, если бы она зависела бы от нефти и от газа, я думаю, что сейчас была бы совсем другая ситуация, Франция сама бы первая учалась бы, искала бы и тоже договаривалась бы, чтобы ей поставляли по хорошей цене газ и так далее. Я вот еще раз напомню тем, кто не знает, Европе нужно 155 миллиардов кубометров газа, ну, значит, 20 она может получить из Азербайджана. То есть, конечно, не все, но, тем не менее, это уже как бы какая-то часть, потому что, в основном, сегодня вот эта политика, она позволила Европе пополнить все свои резервы газовые, и это продолжается. То есть, они будут пополнять свои газовые резервы, искать новые источники и так далее, и все будет крутиться вокруг. А так, значит, они, мы имеем три страны Евросоюза, которые, в важном случае, Италия чувствует себя очень комфортно, значит, в сегодняшней ситуации. Хоть, правда, и цены возросли, но цены возросли, ну, по-другим причинам, по-рыночным, да, причинам. Но, тем не менее, значит, Италия сегодня очень комфортно себя чувствует, потому что знает, что у нее надежный партнер. Я думаю, что вот именно из-за этого вот эта армянская, значит, пластинка, насчет вот этот постер, который они придумали, давайте будем я француженка там или кто-то, я солидарен с армянами, я буду лучше мерзну, чем греться азербайджанским. Я думаю, что ее не слышат и не услышат нигде в Евросоюзе, потому что, и опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказал, у бытовых европейцев, французов, у них очень много своих проблем, и, значит, конечно, очень далек от них Кавказ, и тем более, значит, ради кого-то они греться, мёздать не собираются. Я, опять-таки, хочу сказать, абсолютно объективно, несмотря на то, что сегодня большая трагедия в Европе происходит, но очень много в разговорах с людьми, ты чувствуешь какого-то, ну, недовольства касательно Украины и так далее, то есть есть вот эти нотки, что, ну, почему мы должны страдать из-за этого, хотя официальная позиция не такая, официальная позиция, так что мы в Европе поддерживаем, там, свободу, демократии и так далее, но, опять-таки, все это приводит к одному и тому же, а французским вот этим парламентариям, можно сказать только одно, что это тоже очень такое большое лицемерие, потому что нельзя, с одной стороны, осуждать сепаратистов Донбасса, да, говорить, что вот это все из-за них и так далее, с другой стороны, поддерживать сепаратизм где-то в другом месте, я, опять-таки, далеко ходить не даду, вот на этих днях будет опять какой-то прием организованный, значит, регионом юга, где я живу, значит, уже прислали афиши, везде расклеили и по мейлу рассылки сделали, что будут честовать, принимать, как они его назвали, в кавычках, значит, президента республики АТАК, и вот этого Араика, Арутиняна, вот такие вещи происходят. Поэтому нужно понимать, что это игра палка от двух концов. Нельзя, с одной стороны, говорить, что вы против сепаратиков Донбасса, а с другой стороны, значит, вот такие вещи устраивать. То есть это рано и поздно, тоже бумерангом, я думаю, вернется. Поэтому много вопросов задавать, мы тоже должны дальше, я так понимаю, работать, потому что, опять-таки, мое глубокое утверждение, что молчать нельзя, и даже вот с теми депутатами, которые там проголосовали за путь, это будет очень трудно, тоже их нужно перебить, писать, как он писает. Потому что мы написали несколько писем, и я считаю, что один из самых сильных аргументов, которые мы подняли, он заключается в том, что до 2016 года, во всем случае, в Генеральной Ассамблее ООН, каждые два года голосовала специальная резолюция, в которой и консенсусом, то есть без обсуждения, без голосования, значит, и на глаз, в которой указывались критерии посредники. Один из этих критерий является полной нейтральностью посредника, то есть его этой миссии посредничества, без преференции какой-либо из сторон. И поэтому вот эта фраза в резолюции, как штата, так и национальная ассамблея, давайте рассмотрим, то есть обращение к правительству с просьбой рассмотреть возможность усиления, значит, обороноспособности Армении, они абсолютно противоречат духу вот этим резолюциям, которые будут. Спасибо большое за очень обстоятельную беседу, уважаемые зрители. Я думаю, вы все вопросы от нас охватили, охватили, поэтому я уже не буду вас задерживать и задавать. Уважаемые зрители, вы смотрели интервью с членом Совета управления Конгресса азербайджанцев Европы, юристом и политологом из Франции Зауром Садикбайли. Еще раз спасибо Заур за то, что нашлись в таки время и прокомментировали интересующие азербайджанских зрителей вопросы. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.